Добрый весенний вечер, дорогие друзья! В студии новостей Таллина Вадима Малышкин и мы начинаем наш выпуск. Согласитесь, что день сегодня выдался по-настоящему весенний и в такой день хочется получать хорошие новости. Причем сегодня они ожидались из Департамента здоровья. На пресс-конференции, где побывал Михаил Владиславлев, подтвердили, что учащиеся с понедельника продолжат очное обучение после почти 10 месяцев дистанционки. Работники общепиток уже открывшимся террасам своих заведений добавят и основные залы. А театры готовы принять зрителей с 24 мая. И все это связано с тем, что хотя цифры по-прежнему еще очень высокие и расслабляться рано, все же достигнута некоторая стабильность. И что очень важно, уже завтра всем можно начинать регистрироваться на вакцинацию. Начиная со следующего понедельника начинается более масштабное смягчение ограничений. Первыми его почувствуют школы. Всем ученикам, которые сейчас обучаются удаленно, будет разрешено вернуться в школы. Правительство подчеркивает, что очень важно, чтобы хотя бы остающиеся до окончания учебного года несколько недель школьники провели со сверстниками. При этом не менее важна и безопасная организация учебного процесса. Определенные послабления предусмотрены для спортивных мероприятий, но в любом случае все соревнования могут проходить лишь без зрителей. Следующий этап снятия ограничений начнется с 24 мая. Шаги затронут деятельность со средним риском заражения. Это значит, что можно будет посещать музеи, выставочные залы, а также различные мероприятия с сидячими местами. Театральные спектакли, киносеансы, конференции, богослужения. При этом заполняемость не должна превышать 50%, и зрителей требуется рассредоточить по всему залу. В этом учебном году у нас была 31 учебная неделя. Школьники 10 и 11 классов в Харьюма и Давирума 15 недель находились на удаленном обучении. Ученики с 5 по 8 класс 13 недель. Школьники начальных классов по всей Эстонии с 1 по 4 классы 7 недель, 9 класса 9 недель. Это очень длинные сроки, и у этого, очевидно, есть последствия, которыми нам придется заниматься в течение следующих лет. И сейчас мы должны успеть что-то делать. Ослабление ограничений с нетерпением ждут рядовые граждане и многие отрасли экономики. Если некоторые предприятия уже могут готовиться к приему посетителей, то СПА, бассейнам и саунам придется подождать до 30 мая. Увы, ограничения будут сниматься постепенно и пошагово. В общественной жизни приоритетом остается образование, а в медицинское – низкое число госпитализированных пациентов. С точки зрения двухнедельной статистики, особенно уровня смертности, мы остаемся на пороге красной и оранжевой зон. Число контактов сейчас начнет расти, именно поэтому нельзя терять бдительности. А процесс вакцинирования должен обеспечить определенный уровень защиты населения. Скорость вакцинирования зависит от наличия вакцины. И сейчас Pfizer сообщила, что в течение пары недель объемы будут уменьшены. Прежде всего, мы должны завершить курс вакцинирования пожилых людей. Одну дозу уже получили более 60%. Надо достичь такого же охвата двумя дозами. Прививки резервированы. Надо, чтобы прошел правильный срок между дозами. К Иванову дню мы закончим. Возраст 50+, был охвачен на 60%. Это первая цель. А далее уже более молодые. Ситуация по регионам очень различна. Лично. Совместно с усилиями по вакцинации, можно предположить, что уровень заболеваемости за день стабилизируется на уровне 200-300 человек в день. Число коронапациентов в больницах еще 2-3 недели будет уменьшаться, что позволит наращивать объемы медицинской плановой помощи. С учетом количества населения, позитивной динамики и медицинских возможностей столицы, Таллинн должен и может стать мотором вакцинирования, чтобы к Ивановому дню переломить ситуацию не только в северном регионе, но и по всей стране. В преддверии Дня Таллина город хорошеет и благоустраивается. Несмотря на коронавирусные сложности, столице удалось не сбавить темпы развития, а даже нарастить строительство и ремонт дорог, обеспечить защиту социально нуждающихся слоев населения. Этот год выдался непростым. Более того, стало ясно, что и в будущем Таллинн, Эстонию и весь мир могут ждать новые немалые испытания. Поэтому так важно, что город готов решать проблемы психологической поддержки населения. Илья Бань побывал на сегодняшней столичной пресс-конференции, где затрагивались многие из этих вопросов. В этом году День Таллина будет отмечаться в 20-й раз. Старцу из озера Юлемиста можно сообщить, что столица продолжает строиться. Полным ходом идет, например, сооружение многоуровневой развязки Вяо. Это станет крупнейшим объектом, который будет построен в ближайшие годы в Таллине. Город начал подготовку проекта реконструкции горхолла. Ведутся переговоры с Министерством экономики и коммуникации и поиски инвесторов. Главное, что город добился согласования с Европейской комиссией. Сегодня вице-мэром Бетиной Бешкиной было объявлено о решении поддержать восстановление душевного здоровья детей и семей, в связи с чем город увеличит объем затрат на связанные с этим программы более чем на 100 тысяч евро. В общем, Таллину есть с чем подойти к своему главному празднику в это сложное время, где нашлось место и для печали, и для радости. Кстати, о радости. Мэр подчеркнул, что в этом году, учитывая предшествующую сложную эпидемиологическую обстановку, был сделан акцент на цветы. И это очень заметно во всех уголках Таллина. Как минимум один подарок мы Таллинсам хотим все-таки преподнести и украсить город в соответствии, мы надеемся, с улучшающейся обстановкой и в соответствии с теми весенними и уже скоро летними настроениями, по которым мы так соскучились. Город будет украшен цветами. В этом году это один из наших приоритетов, чтобы наполнить город красками. Цветы, конечно, радуют, но не будем забывать, что традиционно именно ко дню Таллина приводятся в порядок улицы-столицы. Дорожные работы идут повсеместно. К середине мая заканчивается латание самых критических мест дорожного полотна. А сами магистрали и внутриквартальные улицы очищены от грязи и мусора, скопившегося за зим. Наверное, как раз последние пару лет мы стали уделять дополнительное внимание чистоте улиц и дорог, независимо от сезона, в том числе и в летний период. Улицы действительно моют более тщательно и в большем объеме. Но, конечно, город решает и проблемы борьбы с коронавирусом. Важно то, что именно столица взяла на себя обязанность по предоставлению помещений, охраны и обеспечению порядка в центрах вакцинации. Причем власти Таллин помогают как финансово, так и организационно. И хороший подарок ко дню Таллина тем предприятиям общепита, которые имеют уличные террасы. Стало известно, что Таллин намерен продлить абсолютно бесплатную аренду мест под террасы и веранды кафе и ресторанов. Ожидается лишь ответ из Брюсселя. Об этом мы подробнее расскажем завтра в новостях Таллина. И все же вернемся к празднику. Многие мероприятия, которые спланированы и подготовлены Таллином на этот день, будут перенесены на лето. Однако планы на пятницу, 14-е и сам праздник, 15-е мая, достаточно обширны. О них можно подробнее узнать на домашней странице столицы. И, конечно, мы о них расскажем в наших выпусках новостей. Илья Бань, Андрес Лоуренд, новости Таллина. Правовая комиссия Ригикога обсуждает проект необычного закона, который мог бы позволить использовать в отношении превысивших скорость водителей так называемую принудительную успокоительную остановку вместо денежного штрафа. В случае принятия закона у полиции будет возможность остановить нарушителя и предложить ему постоять на обочине в течение 45 минут. Тему продолжит Сергей Овченков. Проблема превышения скорости на дорогах до сих пор остается актуальной болезненной не только в Таллине, но и во всей Эстонии. За прошлый год полиция поймала 245 тысяч водителей, превысивших скорость до 20 км в час. Это на 60 тысяч больше, чем в 2019 году. Цифры говорят сами за себя. По всей видимости, выписывание штрафов не всегда влияет на нерадивых любителей полихачить на дорогах, которые не понимают до конца, что таким образом они подвергают риску не только свою жизнь, но и жизни других людей. В правительстве продолжают разрабатывать варианты, как бы можно было бы повлиять на автолюбителей, чтобы они не превышали скорость на дорогах. Одна из таких мер – это принудительная успокоительная остановка. Такой закон помог бы улучшить культуру вождения. Его цель заключается в том, что если в случае превышения скорости не более чем на 20 км в час, водитель может вместо денежного штрафа выбрать 45-минутную успокоительную остановку. Насколько это принесет свои плоды, покажет будущее. Законопроект даст полиции возможность оценить, что могло бы наилучшим образом повлиять на поведение на дорогах, конкретного нарушителя для того, чтобы в дальнейшем он больше не превышал установленные скоростные ограничения. Законопроект пока что проходит чтение в правовой комиссии, но уже в него было решено внести две поправки. Одна из них затрагивает право на подачу жалобы. Это означает, что если человеку была назначена принудительная успокоительная остановка, и он отстоял назначенное ему время, но затем решил все же подать жалобу, то он может обратиться в полицию в течение 15 дней за оформлением доказательств. В течение 15 дней после этого он может обратиться с жалобой в уездный суд. С одной стороны, любая инициатива, которая поможет снизить превышение скорости на дорогах, это только на благо. Но нужно понимать, что выполнение такого закона должно быть хорошо продумано с технической точки зрения. Ведь очень важно, чтобы человек был уверен в том, что время его принудительной остановки стекло, и он может ехать дальше. Необходимо также ответить на вопрос, что делать в случае, если нарушитель покинет стоянку ранее положенного. Да и вообще, как будет осуществляться техническое наблюдение за водителем, который будет вынужден отправиться на принудительную успокоительную остановку. Министерство внутренних дел обещало более детально ознакомиться с данным законопроектом и разработать техническую составляющую. Будет ли это специальное табло, или кто-то из сотрудников будет наблюдать за временем остановки. Я думаю, что к концу августа практическая составляющая будет разработана уже более основательно. Насколько будет полезным такой закон в случае его принятия, покажет время. Время в правовой комиссии Риги Коу считает, что назначение штрафов за превышение скорости не всегда приносит желаемый результат. Но хочется напомнить и самим водителям о том, что культуру вождения еще никто не отменял, равно как и правила дорожного движения. Сергей Вченков, Роман Васильев, новости Таллина. И в продолжение темы, связанной с деятельностью полиции. С января и до начала этого месяца уже зарегистрировано 119 преступлений, связанных с мошенничеством под предлогом звонка из банка. Пожалуй, нет такого уезда в стране, куда бы не поступали подобные ложные вызовы. Но чемпионом остается Хариусский уезд, куда входит и Таллин. Здесь зарегистрировано 78 случаев, а на втором месте в этом криминальном чемпионате и до Вирума, куда звонили 28 раз. К счастью, но эти попытки чаще всего были безуспешны, так как люди в основном в курсе этой схемы и прекращали разговор. Об этом мы побеседуем с нашей гостьей, веб-констебелем Яной Фроловой. Яна, добрый вечер. Добрый вечер. Но только за вчерашний день в Таллине зарегистрировано 4 преступления, связанных с мошенничеством, и 3 из которых как раз связаны со звонками якобы представителей из банка. Мошенник звонит потенциальной жертве, представляется работником банка, может представиться работником внутреннего контроля банка, и сообщает вам, что на данный момент кто-то пытается осуществить куплю-продажу, какую-то сделку от вашего имени, и с вашего счета могут уйти, например, 100 евро. Или мошенник говорит о том, что нужно переустановить защиту, и для этого необходимо узнать ваши пароли, пин-код 1 и пин-код 2, в основном от Smart ID. Ни один сотрудник банка никогда в телефонном разговоре не будет спрашивать у вас пин-коды от Smart ID или ID-карточки, не будет спрашивать также признак пользователя входа в ваш банковский счет. Хочу отметить, что банк не будет также и в письменном виде по электронной почте спрашивать у вас эти данные. Это закрытые данные, и они принадлежат только вам, это ваша безопасность. Мы должны понимать, что пин 1 — это вы сами, да, вы идентифицируете свою личность. Пин 2 — это ваша подпись. Если вы знакомому или незнакомому человеку доверите пин-коды, то это равносильно тому, например, что вы просто чистый белый лист бумаги подпишете, и любой человек сможет дописать любую информацию, да, якобы вы что-то ему завещаете, например. Поэтому пин-коды, неважно от Smart ID, ID-карточки или других важных документов, они должны быть только при вас, и никому нельзя разглашать, где они находятся, и называть эти цифры. Итак, что нужно прежде всего делать, если поступает звонок из банка, да, назовем это так? Первое. Если вас спрашивают пин-коды и торопят вас, то это 100% мошенники. Прекратите разговор. Не надо общаться с мошенником. Положите трубку. И вы сразу же можете перезвонить в свой банк и узнать, связывался ли с вами на данный момент работник банка, и правда ли нужно установить какую-то дополнительную защиту, или происходит снятие денежных средств с вашего счета. Это вы напрямую позвоните сами в банк, в инфолинию. Необходимо ли звонить в полицию, если вам поступил звонок от мошенников? В виде сообщения информации обязательно нужно позвонить в полицию, потому что мы можем видеть рост, например, звонков и также предупредить жителей нашей страны, что мошенники активизировались. Если мы не получаем этой информации, мы можем предполагать, что мошенники перестали действовать на территории Эстонии. Некоторые люди, особенно пожилого возраста, память не очень хорошая, они записывают пин-коды и очень часто это делают прямо на карточке, выцарапывают. Вот что вы порекомендуете в этом случае? Мы рекомендуем ни в коем случае пин-коды или коды от банковских карточек не держать вместе, где-то на видном месте, где у вас это написано. Потому что, например, в кошельке бывает такая ситуация, что украли или потерялся кошелек, и другой человек может воспользоваться вашими данными. Поэтому ни в коем случае не держите на видном месте, не записывайте пин-коды и коды от банковских карточек. Давайте напомним телефон, по которому нужно обратиться в полицию, если необходимо. Инфо-телефон полиции 612-3000. Также можно написать веб-констеблем через фейсбук или электронный адрес. Можно обратиться к местному участковому или, например, зайти на киберсайт передачи информации о киберпреступлениях полиции. Это cyber.policy.ee. Огромное спасибо. Успехов. Спасибо. Я надеюсь, что разговор с нашей гостьей, веб-констеблем Яной Фроловой, убедил вас в необходимости быть бдительными, опасаясь фальшивых звонков из банка. И к другим темам. Все чаще у нас в новостях упоминается День Таллина. В канун 15 мая, когда он будет праздноваться, в районах города проходят работы по благоустройству. Причем сюда же входит и удаление настенных надписей. Или, как их еще называют, граффити. В частности, в Мустамяе сегодня стартовал проект, инициированный Молодежным советом этой части города. В рамках которого ребята планируют приложить максимум усилий, чтобы очистить стены домов от граффити в этом районе. Сергей Овченков принял участие в наведении порядка в родном городе. Мобильные молодежные работники уже притворяли в жизнь проекты, благодаря которым при помощи ребят были сделаны граффити в экстрим-парках, где молодежь очень часто проводит свое время. Там это смотрится очень красиво и к месту. Другое дело, когда любители баллончиков с красками начинают разрисовывать дома жилых зданий непонятными надписями, которые не только портят внешний вид дома, но еще может вызывать неприятные ощущения у прохожих, потому что зачастую в таких надписях превалирует ненормативная лексика. И если в данной ситуации трудно ответить на вопрос, кто виноват, то, по крайней мере, можно попытаться ответить на второй извечный вопрос, что делать. И в Мустамя попытались это как раз и сделать. Вот таких росписей достаточно много у нас на здании, особенно на гаражах. И, в общем, такие здания, что не являются квартирами дома, но здания, те же самые гаражи и прочее. То, что сейчас молодежь поднялась и начала этим вопросом заниматься, это, конечно, только хвала этому. Мы работали с молодежью уже, начали работать с молодежью три года назад. И сейчас видно вот эти итоги, что действительно они сами поднимают вопросы, сами этим занимаются и хотят самые проблемы и решить. Стоит отметить, что это не одноразовые акции. Молодежный совет Мустамя планирует в ближайшее время привести в порядок еще несколько зданий от ненужных граффити. А вот какие именно здания будут приведены в порядок, это зависит уже от пожелания жителей района. В ближайшее время на страничке района в социальной сети Facebook появится более подробная информация об этом. Жители будут написать места, мы будем их проверять. Если мы сможем с точки зрения земли, законов и так далее это убрать, то мы уберем. Если нет, то тогда мы будем свяжемся с хозяевами этих мест и говорить с ними. Остается надеяться, что очищенные здания своими надписями больше не будут беспокоить любителей намалевать на стенки, которым не дают покоя лавры андеграундного художника Бэнкси. Понятное дело, что граффити граффити рознь, но нужно понимать, что каждый предмет хорош именно на своем месте, в том числе и рисунок на стене. Сергей Овченков, Марта Эйнлоу, Новости Таллина. Сегодня в Таллинском ботаническом саду открылось посольство растительного мира. В год 60-летнего юбилея сад совместно с Министерством иностранных дел начинает ботанический дипломатический проект. Разные страны, посольства которых аккредитованы в Эстонии, смогут познакомить эстоноземельцев со своим природным и культурным многообразием. Первой страной, открывшей свое представительство в посольстве растительного мира, стала Япония. Сегодня был по-настоящему летний день, и поднятый впервые флаг королевств растений гордо смотрелся в лучах яркого солнца. Цветок в центре флага – это лого Таллинского ботанического сада. Мы подумали, что поскольку у нас представлены растения со всего мира, то мы можем с помощью тех растений, которые растут на территории нашего ботанического сада, познакомить людей с природой и культурой разных стран. По словам министра иностранных дел, проект этот просто фантастический, ведь теперь можно, не покидая Эстонию, побывать в разных странах и познакомиться с тамошней флорой. Задумано так, что в течение целого года разные страны будут представлять свои растения. Сегодняшнее мероприятие мы открыли вместе с японским посольством. Май – месяц Японии, затем последуют другие государства. Предполагается, что свои любимые растения представят Россия, США, Венгрия, Польша, Грузия, а в декабре этого года можно будет увидеть представителей суровой северной флоры из Финляндии. Одним из инициаторов идеи стал руководитель отдела тропических растений Ян Меттик, который отметил, что растения надо высаживать чуть раньше намеченных мероприятий, чтобы дать им вырасти. Эти деревца посадили позавчера, и это польский сад, и они делали подарок Японии, потому что посадили в середине польского сада японскую вишню. Ботанический сад в любой стране является очень важным местом, потому что здесь люди сталкиваются с огромным разнообразием растений. По моему мнению, узнавать различные культуры и наслаждаться ими – это очень и очень важно. По словам посла Японии, цветущая сакура – важный символ для Японии, потому что жизнь так же быстротечна и прекрасна, как цветы вишни, живущие 10 дней. Лентровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Пляжный сезон еще не начался, но внезапная жаркая погода сразу же привлекла любителей солнечных ванн на столичные пляжи. Наша съемочная группа побывала на самых популярных из них и выяснила, насколько эти места отдыха уже готовы к летнему сезону. Как это обычно и бывает в Эстонии, погода поменялась с невероятной скоростью. Буквально несколько дней назад многие ходили в теплых осенне-зимних куртках, а сегодня практически все наши жители надели шорты, легкие юбки и футболки. И все больше и больше людей можно заметить и на городских пляжах. Ведь погода снова может внезапно измениться, поэтому, как говорится, надо ловить момент. Как выяснилось, наши самые популярные пляжи – Пирита и Штромка – уже практически готовы к тому, чтобы принимать всех отдыхающих. Пляж Пирита начал готовиться к сезону еще в начале мая. Все основные работы проведены, и все желающие уже вполне могут наслаждаться пляжным отдыхом. Качество песка на пляже соответствует всем нормам. Установлен весь необходимый пляжный инвентарь – кабинки для переодевания, скамейки, качели. Детские площадки также помыты и приведены в порядок. Пляж Штромка тоже готов к летнему сезону. По словам старейшины района Пахьятален Петера Ярвилайда, работы на пляже велись еще зимой. Среди прочего, на пляж было завезено 3,5 тонны мелкого песка, чтобы сделать отдых любителей позагорать еще более комфортным. Ну и все остальное пляжное оборудование приведено в порядок. Это и популярные детские площадки, которых на Штромке предостаточно, и те же скамейки и кабинки для переодевания. Теперь важно довести там состояние воды до строгих санитарных норм. И работа над этим сейчас идет. Но тем не менее, спасательный департамент напоминает, что правильное поведение на пляже сделает не только отдых приятным, но и безопасным. Ведь даже несмотря на то, что вода еще не прогрелась, тех, кому не терпится искупаться, уже достаточно. И среди них, конечно же, немало подростков. А ведь береговая охрана прибудет на пляже только 1 июня. Нужно помнить в первую очередь о том, что алкоголь и вода – это две несовместимые вещи. Вода не прогрелась, это тоже нужно учитывать. Отправляясь на пляж с детьми, обязательно родители в первую очередь должны поговорить с детьми о том, что может делать ребенок у водоема и что не может делать ребенок у водоема. То есть, чтобы ребенок, находясь на пляже, понимал, какие у него границы дозволенного. А это касается, в первую очередь, маленьких детей. Ну и вообще, конечно, ни в коем случае не стоит упускать детей из виду. Стоит также отметить, что и на пляже Пирита, а также на пляже Пикакари в Пахяталине с 1 июня вновь будет развиваться «Синий флаг» – международный экологический знак, который означает, что на пляже очень хорошее качество воды, чистая среда, обслуживание на высоком уровне, безопасность и наличие необходимой информации. Поэтому очень бы хотелось, чтобы с открытием официального пляжного сезона наша эстонская погода оставалась хотя бы такой, как сегодня, как можно дольше. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина. Вчера во многих регионах Эстонии был побит температурный рекорд, продержавшийся свыше 50 лет. В Таллине днем термометр показал плюс 26,5 градусов, что почти на 2 градуса превысило прежнее погодное достижение. Также жарко было и сегодня, да и завтра нас ожидает очень теплый день. Это подтвердит и прогноз погоды, с которым мы вас познакомим прямо сейчас. В предстоящей ночью ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений 2-6 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность, в основном без осадков. Ветер преимущественно севера или юго-восточный 5-9 метров в секунду. Температура от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на пятницу переменная облачность без существенных осадков. Температура плюс 9, плюс 11 градусов. В пятницу днем облачно с прояснениями. После обеда возможен ливень. Температура от 17 до 19 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается ливень. После полуночи вероятность осадков уменьшится. Температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. В субботу днем облачно пройдет ливень. Температура от плюс 17 до плюс 20 градусов. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Завтра мы снова увидимся с вами, чтобы поделиться последними новостями. Сюжеты о которых снимут наши журналисты. А я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь. И до встречи завтра в 21.00. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»